Добрый день. Тема моего доклада – исследование микроциркуляции крови тканей яичников в животной модели преждевременной недостаточности яичников. Немного об этом заболевании. Это синдром, который характеризуется гипергонодотропной недостаточностью яичников и снижением их функций у женщин до 40 лет. Какие факторы могут влиять на наличие этого заболевания? Это спонтанные и индуцированные. Спонтанно можно отнести аутоиммунные факторы, генетические, инфекционные и индуцированные. Соответственно, это те, которые возникли с помощью оперативных вмешательств. Актуальность данного исследования заключается в том, что распространенность этого заболевания начала достигать 11%. В зависимости от местоположения страны, в среднем 3,5% в мире. Последствия данного заболевания очень тяжелы для женщины. Это и психологические расстройства, и бесплодие, и аутоиммунные заболевания. В первую очередь сейчас стоит обратить внимание на такое заболевание, как бесплодие. То есть многие женщины, которые откладывают реализацию репродуктивной функции, сталкиваются с этим. Цель исследования у нас – исследовать микроциркуляцию крови в яичниках, в животной модели. Мы применяли методы лазерной доплерской флоуметрии, флуоресцентной спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения. В качестве объекта исследования у нас выступили крысы линии Вистар. Почему? Дело в том, что данные исследования по этическим соображениям производить на людях достаточно тяжело. В общем, было 11 крыс линии Вистар, были разделены на группы. У четырех промоделировали преждевременную недостаточность яичников с помощью цикла фосфомида. Следующая группа, вторая была из трех мышей у нас контрольная. И третья группа – мыши, в которых промоделирована ПНИА, и у них применялась антиоксидантная терапия рисфератролом. И была одна мышь, четвертая группа – это контрольная, и в которой применялась антиоксидантная терапия. Так, немного о методах. Метод ЛА... Лазерная доплеровская флоуметрия основана на измерении доплеровской компоненты. Данный метод применяется у нас для исследования микроциркуляции крови. Зависит он от количества эритроцитов и концентрации эритроцитов и скорости. Метод флуоресцентной спектроскопии основан на возбуждении флуоресценции ультрафиолетовым и видеомизлучением биологической ткани и регистрации спектрометров испускаемого излучения. И метод спектроскопии диффузного отражения. Основан на явлениях диффузного отражения на ткани с помощью инфракрасного диапазона ближнего излучения и видимого. Также он соотносится с биологической тканью внутри биологической ткани. Данный метод позволяет нам оценить вещества, которые вносят вклад в спектры. И, соответственно, рассчитать, произвести расчет диагностических параметров, в данном случае, например, сатурации. Методика проведения исследований у нас проводилась на оборудовании фирмы ЛАЗМА, это ЛАКЭМ, и на оптической установке с тонкоигольным зондом. Это уже разработка нашего НТЦ. Методика включала следующие этапы. Вначале мы регистрировали перфузию яичника в течение 10 минут на канале ЛДФ. Далее мы регистрировали спектры флуоресценции на длинных полах 365 и 400 нанометров. Также применяли ЛАК, канал ФС. И регистрировали спектры диффузного отражения. В мышке, ой, в крысе делался разрез 1 на 1 сантиметр. Фото самого эксперимента вы можете видеть. Фото самого эксперимента. Мышь закреплялась, ей делалась, соответственно, анестезия и проводились измерения. В результате проведенных исследований что мы получили? В результате исследований мы получили. Там, где мы моделировали преждевременную недостаточность яичников, перфузия была повышена относительно контрольных параметров. Осцилляции дыхательные также были больше. Осцилляция дыхательных колебаний также была больше, чем у контрольной группы. И при введении антиоксидантной терапии результаты по ПНИА и антиоксидантной терапии различались в два раза. Это может говорить о застойных явлениях в микроциркулитурном русле яичников. Результаты по флуоресценции у нас похожи на ишемические явления. Методом спектроскопии диффузного отражения нам удалось получить следующее. Сатурация с моделированием ПНИА у нас ниже, чем у контрольной группы. Однако при введении антиоксиданта сатурация повышается. Параметры, которые характеризуют микроциркуляцию с преждевременной недостаточностью яичников, изменены. И антиоксидантная терапия приводит к улучшению, улучшает перфузию крови и в яичниках крыс. Результаты данной работы могут быть положены в основу более подробного изучения и теологии, и лечения данного заболевания. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Валентина. Давайте поблагодарим докладчика. И у нас есть время для вопросов. Валера. Валерий, пожалуйста. Хорошо, Анастасия. Спасибо большое за доклад. Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что в таком же примерном виде и должно быть потом исследование уже на людях? Как это должно быть реализовано? Дело в том, что на людях мы исследования, скажем так, уже проводили, но подобного, точнее, по гинекологическому направлению. Исследования также у нас, но у нас было на матке исследование, эндометрики, миомы. То есть людей мы, грубо говоря, не разрезали специально. Это проводилось во время уже лапароскопических операций. И мы применяли данные методы. Да, только при наличии каких-то заболеваний, не специально. Но для чего нам нужно, скажем так, изучать данные методы? Есть такое понятие, как оптическая биопсия. Есть биопсия, когда, например, при бесплодии у женщин берут ткань яичника. И в условии того, что сам орган очень маленький, лучше применять оптическую биопсию. Это вот пока мы тренируемся на крысах, но если методы покажут свою действенность и будет большой объем на крысах, то можно выработать какие-то параметры диагностические, то в перспективе можно это налить. Я имею в виду, у вас есть какой-то зонт, эндоскоп с тонкой иглой, который вы... То есть не просто волоконный, а... Есть по СДО тонкоигольный, но вот то, что касается оптоволокона, мы тоже делаем, но пока на матке эксперименты. Можно я добавлю, в общем, Литя Юрьевна, на правах с автора, да, Анастасия, отвечу. Ну, это не совсем так, в общем-то так, но не так. Гинекологи говорят, что когда они ставят диагноз пня, да, они хотят оценить в реальную как бы запас, да, ну, вообще способность яичников, вот. И на самом деле даже оптическим зондом туда, в общем-то, добраться практически нереально. Поэтому, ну, нет таких показаний, понимаете, по этическим показаниям, да. В крайнем случае, самое крайнее, это когда они берут гистологический образец и отщипывают. И, ну, каждый вот забор гистологического образца, это стресс большой для яичника, и это, опять же, уменьшение вариального резерва. Поэтому они стараются к этим методам не прибегать, и сейчас у наших коллег два направления. Первое – это вообще направление получить, скажем так, адекватную полную модель пня, как у женщин, да, потому что иметь сейчас животные модели нет. И как раз-таки диссертация нашей коллеги, да, она направлена на получение животной модели. Кроме, вроде как, она сейчас уже доказала, да, другими тоже методами, там, генетический анализ в том числе. Вот. Но они хотели, то есть, ну, вроде тех мышей, которые они привозили, да, это адекватно. И теперь они хотят уже на полученной модели, да, проверить, ну, возможно, да, предположить, чем патогенез, да, этого заболевания. Ну, понятное дело, что в идеале мы бы хотели, да, посмотреть, что будет у людей. Но, скорее всего, возможность, вот, у нас есть тонкоигольные зонды, но вот такой совсем реализации эндоскопически, да, вот гибкий совсем, он должен быть гибкий, тонкоигольный, пока нет. Но сейчас вот подана заявка, да, и вот мы все ждем 30 ноября. Если будут результаты заявки, она будет одобрена, то в рамках, наверное, этого исследования мы все-таки сделаем тонкоигольный зонду. И при, у женщин, которым, вот, это крайняя ситуация, все-таки придется брать гистологию, да, яичников, туда мы зайдем тонкоигольным зондам. А это исследование было проведено как раз-таки, ну, во-первых, действительно предварительно, да, на модели. Ну, и плюс наши коллеги считают, что антиоксидантная терапия, да, вот это ревоксол, да, он называется, вот она поможет, да, и, ну, как бы, поспособствует излечению этому заболеванию. Вот, ну, и плюс тоже, опять же, шире, да, вот, как вы говорите, это шире тема, в рамках нашей лаборатории создается сейчас фармакологическая смесь, ну, как это препарат, да, который, возможно, тоже будет лечить. Вот, на клеточном уровне сейчас исследования идут, и мы надеемся, что потом мы перейдем к модели мышей, а наши, если мы, ну, как нам, как вот сейчас предварительные исследования показывают, что перфузионно-метаболические процессы изменяются у мышей, и, вроде как, после лечения они восстанавливаются до контрольного уровня. То есть, вот такая. Спасибо большое. Валер, ты что-то хочешь? Валерий, да, может быть, один вопрос, чтобы мы оставались в регламенте. А вот этот препарат для терапии, он для людей используется или он только планируется к использованию? Я не очень понял. Да, эти препараты используются вот тем препаратом, которым моделировали преждевременную недостаточность яичников. Он используется, скажем так, для такой цели. При раковых заболеваниях женщину надо при раковых заболеваниях, чтобы всякие эндометриоидные эти кисты не распространялись, ее в искусственный климакс вводят. А можно еще маленький вопрос? На третьем слайде, вот где статистика проведена, я не понял, что там указано было за цифры, там просто без единиц каких-то, на третьей. Вот здесь, например, Северная Америка, 11,3. Это проценты, проценты указанные от населения. То есть 11% населения всего имеют ПНИА, а в скобочках что это означает? Во-первых, это женщины. Какое? Ну, так понятно. Этот диагноз имеют. Нет, на скобочках что означает цифру? 9,5-... Квартили, квартильные. Спасибо. Единицы измерения, думаю, вроде процентов. Да, от медика. Здравствуйте, спасибо большое за доклад. Ну да, я хотела немного прокомментировать, потому что, ну, конечно, это два разных понятия. Бесплодие и недостаточность яичников. То есть абсолютно да, то есть когда мы говорим о бесплодии, это не всегда связано с недостаточностью яичников. У нас последствия, последствия ПНИА, одно из последствий. Безусловно, да. И сегодня, конечно, если мы говорим про клинику, то, конечно, недостаточность яичников в большинстве, ну, не в большинстве случаев, а во всех, мы можем оценить неинвазивно. То есть недостаточность яичников в основном мы определяем по такому показателю, как антимюллеров гормоны, этого более чем достаточно. Но на самом деле ваше исследование является актуальным. Я объясню по какой причине. Потому что у нас есть случаи бесплодия без ясной этиологии. То есть даже когда проводится гистероскопия с исключением проходимости труб и нет явной причины бесплодия ни со стороны женщины, ни со стороны мужчины, исключены все очевидные причины, да, и не наступает беременность, то, да, возможно, это один из перспективных методов, который так же, как гистероскопию, в случае, если вообще нет причины, все-таки следует применить. Потому что, да, вопрос репродуктивности иногда является первым для женщины. Поэтому я считаю, что исследование все-таки актуально. Спасибо. Большое спасибо. Я думаю, что давайте поблагодарим еще раз докладчика. Продолжение следует...